друзья всем привет приветствую вас в рубрике мини распаковочки и вы наверное скажете зададите мне такой вопрос что опять фмс и я вам отвечу ну да это новый blazer k5 от компании фмс модель fcx 10 а вы подумали я вам опять тойоту буду показывать нет но кстати в ближайшее время еще файмы с каминками приедет в общем это копия копия копии уже много раз и договорились в общем это совершенно новая модель у этой фирмы но снова у нас с вами кузов blazer chevrolet blazer k5 вы уже видели у меня вот такой chevrolet blazer вот но это у меня нет раксос это у меня аксиал третье поколение просто с этим кузовом в общем система какая хочется начать сравнивать модели искать плюсы минусы так вот тут надо мне немножко повыше закрепить так вот видите с полоской посимпатичнее смотрится ну ладно сегодня будет так сегодня речь пойдет у нас не об этой модели а а новенькой новенькой совершенно уникальной можно сказать модели я на ней уже покатался вот я ее уже попробовал и по камушкам и по песочку в общем я ее потестировал немножко вот модель мне понравилось модель интересная модель есть визуально вот допустим брать вот такие вот металлические тут название у нее тут вот металлические задняя сама до это панелька металл сразу идет кунг пластиковый он кстати съемный и вместо него можно поставить можно поставить дуги с фонарями они тоже кстати идут в комплекте вот модель очень интересно по мне с нескольким так сказать моментиком пока мы не ушли в начинку по лексану лексан я не знаю миллиметра 2 наверно толщиной просто это ломовой ломовой неубиваемый лексан мне так кажется модель оснащена блокировками мостов включать блокировку можно в любой последовательности хоть вперед хоть зад далее здесь двухступенчатая коробка передач с возможностью ездить только на переднем приводе с возможностью ездить на полном приводе и еще момент у нее есть диг юнит уже встречались у нас модели с диг юнитом вот так что кому эта функция нужна у нее она тоже присутствует далее ну по внешке вы видите хромированные решеточки хромированные бампера дисочки хром все такой ретро стиль вот зеркала ручки все 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 у нее на своем месте дворнички вот взял попробовал и ободрал пленочку ну ладно все равно обдерется ничего в этом такого нет далее у модели новая система крепления у модели совершенно новые мосты сейчас я все покажу серва на мосту дальше защита днище защита коробки сразу просто все так вот система блокировки металл в общем модель с многими функциями которых не то что даже функциями функции может быть и у других есть вот но они вот здесь реализована этой модели и вроде как интересно давайте покажу вам систему креплений быстро съем сейчас фонарик включу быстро съем просто отодвигаем сторону и вот этот шпинек выходит также есть центральный шпинек который направляющий просто отводим и все и она вот открывается все вот мне они выскочили так соответственно это же самое сейчас сзади отвели приподняли отвели приподняли но сзади немножко посложнее потому что здесь еще одна интересная новиночка видите а свет на модели есть в общем корку снимаем корку снимаем а проводочки все остаются здесь все и поворотники ближний дальний свет все на клипсиках зеркала ручки дворники все 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 тут хорошо держится кунг внутри там дуга стоит она прикручена эта часть кунг сам тоже прикрученный вот и здесь вот видите вот такая площадка модуль света fly sky вский написано фсм но это fly sky fs db 01 вот и вот не видите вот три штырёчка и на них вот такие вот насечки и вот на них она защелкивается и все и получается что мы с вами магнитики сопоставили и все и у нас появился свет свет на модель а так очень удобно теперь вот в сторону корку мы убрали и переходим к самой модели вот они видите подходят сюда три проводочка и все так значит по крепежам вот смотрите вот видите чик чик и она все выходит из-за цепления в принципе очень даже и неплохо так амортизаторы регулируемые шток алюминиевый я немножко поджал сервы на блокировку мостов понравились пощелкал понравив а система два в одном регулятор оборотов и приемник все здесь так же как на йоконге fly sky вский 11 канальный вот дальше смотрим две сервы одна на вторую передачу другая на режимы коробки кнопочку туда выведен очень удобно включать выключать из-под подкрылка до подкрылки тоже все в стоке идут пороги в стоке коробка вот там 2 ступочка единственное что там видите мотор между другой стоит я уже заменил делал обслуживание первый раз покатал очень шустроват 21 виток я поставил йоконговский 30 32 витка вот тоже 550 класса вот так что такие дела ну тут крепежи все это дело тут уже как бы все стандартно площадочка под аккумун все тут разъем x-60 вот там мы их не увидим конечно тяги сделано от каждой сервы в разные стороны отходят но я когда делал ты ложечку вот обслуживал ее то в принципе там немножко снимал я добавлю это видео в конце по обслуживанию и вот давайте теперь смотреть самое интересное самое интересное смотрите это мосты кулаки большая часть идет вверх они вниз как мы приняли как мы уже как мы привыкли уже видеть видите нижнее ухо большое а тут наоборот ухо идет вверх единственное что мы с ребятами на покатушках когда были померили немножечко страдает дорожный просвет но он все равно здесь ломовой не знаю насколько он поменьше вот но чуть-чуть есть но зато смотрите какой у него выворот посмотрите просто серва на мосту получается то что отдача будет полная лишних болтанок нету мосты я кстати уже сравнивал с аксиалом 3 но они все равно другие вот таких мостов ну я не видел в этом может быть и видели вот я не видел это вот мне пришли и enjoy русские мосты вот тоже с блокировками вот 7000 рублей ну комплект я имею ввиду есть кому надо вот здесь по мостам сейчас я дальше видео ставлю потому что по обслуживанию по редукторам там я немножко уже когда когда в делал немножко под съемчики были вот а сейчас хочу вам просто продемонстрировать включить его и показать ну как он ездит как он выглядит со светом вот потому что здесь тоже модуль света полноценный в общем аппаратура такая же 11 канальная fly sky вот здесь написано fms но вот это fs mg11 bs такая же как на йоконгах один в один вот далее включаем свет теплый свет хороший и вот такие поворотники поворотничек и тут и там единственное что мне не особо понравилось американцы же у нас стоп-сигнал и габарит один и тот же вот а тут получается что сзади ничего не горит только поворотники мигают вот но когда мы едем вперед останавливаемся можем нажать стоп все можно доделать там все там в разъеме как он называется в приемнике есть куда повтыкать поэтому можно при желании сделать уже как хочется а так по факту вот такой вот интересный аппарат тяжелый кстати нелегкий аппаратик приехал к нам из под небесной все как всегда мне понравился мне понравился я без кунга прокатился некрасиво я поэтому снял вот они и кайфары в комплекте можно снять можно поставить единственный минус то что там остается отверстие вот но я думаю что это можно взять и какую там типа наклеечку как вот кунге когда одеваются там типа черная прокладушка ставится или как он называется еще короб в кунг туда поддон такой ну и также можно тут обыграть взять черненьким каким-то даже матовой изолентой проклеить вот как будто это подложка идет может быть даже будет симпатичнее смотреться вот а так на сегодня это все первые выезды будут на канале так что следите вот по модели модель уже хотят купить еще вот видео только записываю и уже хотят забрать желтую тойоту забрали вместо желтой тойоты едет красный джип как он называется michigan или не помню как у него название тетеж с квадратными фарами с длинным носом с такой вот у него тоже сниман hard body вот у него снимается кунг вот здесь я кунг наоборот поставила там я наоборот хочу снять чтобы он был такой у него немножко центр тяжести был пониже вот а этот аппарат в принципе мне понравился как едет довольно таки достойный единственное что сразу не разобрал не обслужил вот немножко не до включалась серва на коробку вот и получается то что полный привод иногда проскакивал в общем полностью так вот прям затестить еще и и не получилось но обязательно еще прокачусь вот все обслужил теперь уже по ней все сделано вот теперь только катай да катай ну а так на сегодня это все всем спасибо за просмотр кто не подписался подписывайтесь на канал ждите скоро будет видео может быть уже вышло не знаю с предложением разыграть модель ргт которая джимни вот если не вышло значит ждите она выйдет вот и если нравится идея ну лайкайте но там я все в видео все рассказал ну все всем спасибо за просмотр пока пока а по скрипту сейчас добавлю еще видео по обслуживанию по поводу мостов мосты совершенно другие не знаю на что они похожи может быть на аксиал 3 вот но никак не большая шестеренка маленькая шестеренка смазки мало вот поэтому смазал уже сейчас другой буду открывать тогда еще раз покажу вот покатал и надо все-таки смазать хорошенечко а потом уже дальше использовать вот у меня кстати есть копия металлические мосты для аксиала 3 и вот они ближе так сказать к истине нежели траксовский видите практически одно и то же вот единственное что мы так все замер делаем да по размеру по длине они одинаковые так что вот эти вот мосты вот приближены к этим только видите у меня этот орех еще маленький эти вот мосты ждут установки на аксиал 3 аксиал 3 вон там он стоит скузун траксос ну ладно делаю тут обслуживание вот и знакомлюсь с моделью потом вам все расскажу дальше а вот передний мост он совсем другой для чего это сделано непонятно просвет получается спереди у нас меньше но видите у нас нету вот этого уха как на всех мостах она сделана получается то что вот эта часть длиннее чем вот это у всех моделей наоборот для чего это сделано может быть для большого выворота не знаю в общем вот так это все крутится есть вот вот упор и вот их можно еще поменьше сделать но она вот так вот уже тут плохо начинает крутиться поэтому я думаю что упор и трогать не надо выворота и так будет недостаточно так что вот видите мосты совсем другой другие я таки еще не видел вот эти все клоны траксоса вот тут немножко другая система все сделано по-другому не кроссерси не аксиал вот это вот своя система так что посмотрим как они себя покажут есть ли плюс в чем вообще них плюс и в чем минусы будем смотреть вот так по факту люфтов нету модель собрана хорошо вот смотрим единственная в чем разница то что тут синяя смазка но ее очень мало видите портал как бы сухой на шестеренке на самой смазки нет так что добавляем и собираем так по поводу хексов хексы на на нем стоят как на траксосе вот фэмэсовский вот траксовский вот единственное что у траксоса все-таки шплинт толще вот а вот у меня есть еще увеличенная сейчас посмотрю просто капу по модель посимпатичнее будет смотреться может быть чуть вы нас сделала побольше так или я достаточно мало разбирал моделей или я вот такого еще не видел пружина стоит на оси напишите мне так везде или нет так ну и по поводу дифференциала и пластиковых лапок все друзья металл металл полный металл див смазанный переключалка нет но чтобы не было проблем и вот этот пружинка наш стоит чтобы легче отходил легче отходила блокировка вот вся полностью металлическая лапка вот так что вот тут немножко все по-другому я прям что-то даже память начал свою так сказать тормошить а как же сделано все-таки в трактусе что-то вылетело из головы все друзья мои так еще раз вернемся передней части автомобиль переднем мосту посмотрите еще одно изменение серва стоит на мосту на мосту и нигде не цепляет при любых уклонах вот соответственно вот тут есть небольшой люфт вот сейчас хочу подтянуть везде вот тут подтянул уже вот хочу посмотреть еще с верхней болты чуть-чуть подтянуть потому что ну в принципе мне кажется такого не должно быть так что вот еще дальше сейчас посмотрим что у нас там с коробкой чтобы добраться до коробки надо снять сначала аккумуляторный отсек вот здесь спереди два болта и вот с каждой стороны вот крайние вот видите их приоткрутил вот тогда она будет вытаскиваться так но из рамы вытащить не особо удобно и чтобы дальше ничего не разбираем для чего вот эти крепежи я не знаю подкрылки вот как бы открутились там еще сзади на одном держится вот наш карабас 4 сервы див юнит блокировки и мосты вот сейчас откручу тут никаких лифтов моторамы нету сейчас откручу мотор и коробку откину и посмотрим как там что внутри устроено вот и обслужим ее так друзья вот здесь кстати есть вот такой вал как бы его реализовать чтобы сделать лебедку но надо чтобы туда получается коробка отключалась полностью вот был бы вообще конечно шикарненько да сделать лебедочку такую так друзья снял мотор и так как я любитель медленной езды я наверное этот мотор заменю на 35 витков чтобы был более плавный хоть и пиньон небольшой но все равно наверное поменяем держится кстати он вот этой моторамой на 4 винтах снял значит крепеж и очень плохо то что не написано на какой пиньон в какие отверстия прикручивать вот поэтому не особо так удобненько так друзья в коробке столько разных фишек и дик юнит там но по факту она вот такая вот маленькая вот такая крохотная она сейчас разберем посмотрим но тяжелая в общем друзья вот такой вот карабас вот вот происходит сцепление вот этой вот получается лопаткой вилкой вот и накручен ну просто по центру становится и два держит два моста сразу вот видите там так что вот так вот как бы нейтралка ну я имею ввиду один только мост крутится без зацепа в общем нюансы какие то есть сейчас надо это все дело вот помазать посильней но чтобы вилка тоже хорошо ходила немножко видите смазана но хочется чтобы еще немножко было и напоследок решил включить свет все равно мой видите немножко он просевший подтянуть амортизаторы и так вот визуально тут видите габарит он это постоянно светится а поворотник начинает мигать а здесь и поворотники одновременно хотя у всех американцев почти что а вот эти поворотники светятся сейчас вам еще заднюю часть покажу и вот так вот модели выглядят сзади так что смотрите сравнивайте кому что больше нравится тут аппаратура мне не подключена поэтому не покажу как светится у меня фонарики туда-сюда ну все еще раз всем пока пока мне вот кажется то что у фмс как-то высота что ли да хотя и так же что-то вот как-то или вот из-за цвета или вот из-за этих наклеек как-то вот тут смотрится посимпатичней или пошире что ли она смотрится вот это вот больше как ватера смотрится кстати давайте старую ватеру еще тоже поставим в общем ватера как бы смотрелось крупно но с этими бандитами она уже так крупно не смотрится хотя тоже такая здоровенькая ну все пока пока 1 2 2 3 4 4 5 5 Продолжение следует...